Сегодня вечером мы поговорим о том, какова разница между тем, чтобы представлять себя тантрическим божеством или представлять себя Микки Маусом, если, конечно, эта разница вообще есть. И хотя это название может звучать довольно смешно, тем не менее, бывает такое, что в нашей тантрической практике мы достигаем уровня, когда у нас возникает вопрос, чем мы, собственно говоря, занимаемся. Мы работаем с разными визуализациями, которые зачастую выглядят довольно фантастично, и у нас может возникнуть вопрос, насколько, может быть, это даже больше похоже на какие-то сумасшедшие, безумные занятия. И особенно если мы рассказали бы кому-нибудь другому, чем мы занимаемся, что нас, конечно, просят не делать. Если мы скажем, что мы какая-нибудь фея красного цвета, которая собирается лететь в страну феи и готова взять кого-нибудь с собой, то вполне возможно, что нас просто изолируют от общества. Итак, давайте рассмотрим на глубинном уровне вот этот вопрос. В чем же разница между медитативным образом Будды или Божеством и Микки Маусом? Одна из характерных особенностей тантрической практики – это так называемая йога-божества, когда мы представляем, что мы – это божество. И термин, который здесь обычно используют, это «визуализируем себя божеством», но он немного узкий, поскольку здесь речь идет не только о визуальном образе. The term is much better translated as imagine, because we really imagine that we really are this figure, and we imagine experiencing everything with all our senses, not just something visual. Может быть, лучше сказать «представляем себя божеством», потому что мы на самом деле представляем, что мы – это божество, и здесь задействовано не только зрительное зрение, но и все наши органы чувств. И то, что я перевожу как образ Будды или фигура Будды – это тибетское слово «идам». Иногда их также называют «особыми божествами», в отличие от обычных божеств. И дословно это слово «идам» означает, что это образ или фигура, с которой мы можем создать тесную связь между этим образом и нашим умом. Мы образуем эту связь для того, чтобы впоследствии самим стать Буддой, то есть стать Буддой в этой форме. И мы не только представляем себя в этой форме. Это только первая часть из так называемых четырех видов чистоты. У нас всего должно быть не только чистое тело, физическое тело, но и все, что находится вокруг нас – это наше чистое окружение. И это означает, чтобы представить, что мы внутри мандала. Мандала – это тридименсионный дворец. То есть мы себя представляем в центре мандалы, а именно в центре трехмерного дворца. И все вокруг этого дворца – это также чистая земля. То есть можно сказать, что дворец находится в чистой земле или чистой стране. То есть это означает, что все вокруг нас полностью способствует нашей духовной практике. И далее наши действия также совершенно чисты. То есть то, как мы взаимодействуем с другими – это полностью лишено заблуждения. Это совершенные, идеальные действия, самые лучшие средства для помощи другим. И кроме того, мы чистым образом наслаждаемся. Что можно противопоставить тому, как мы обычно испытываем счастье. Сегодня мы счастливы, завтра несчастны. И постоянно у нас эти перепады происходят. Вместо этого мы наслаждаемся всем с так называемым незагрязненным блаженным осознаванием. Это означает, что наше наслаждение полностью лишено какого бы то ни было заблуждения. Таким образом, мы с помощью воображения создаем очень чистый образ того, кто мы, где мы находимся, как мы действуем и как мы все это переживаем, как мы чувствуем себя во всем происходящем. И каким образом мы это делаем, мы представляем, что все это на самом деле пока еще не произошло. В том смысле, что сейчас мы их пока еще на самом деле не испытываем. Это все так. Но мы в будущем сможем переживать все именно таким образом, благодаря тому, что известно как факторы природы Будды. Которые есть у всех нас. И в эти выходные мы как раз поговорим более подробно о них. То есть мы работаем с тем, чем могут стать вот эти наши факторы природы Будды, если они будут развиваться, то до какого состояния они разовьются. И все эти образы Будды, которые мы сейчас представляем, Они символизируют тех Будды, которые мы пока еще не испытываем, но которыми мы можем стать в будущем. То есть мы, можно сказать, находимся в измерении того, что может произойти, в измерении возможного. Будды могут проявляться в бесчисленном количестве и разнообразии форм для того, чтобы помогать другим. И Будды могут проявляться только в тех формах, которые возможны, которые существуют. И, например, Будда не может проявиться в виде сына бесплодной женщины, Это классический пример. Имеется в виду, естественно, родной сын. И все эти образы с различными ногами, руками, лицами и так далее. Это подлинные образы, в которых может проявиться наша энергия для того, чтобы приносить другим пользу. И это искусственное средство. То есть то, что у этих божеств или образов Будд есть все эти ноги, руки, лица, это искусственное средство. Поскольку все эти детали символизируют различные аспекты духовного пути, которые нам нужно развить и которые нам нужно достичь. И, когда мы представляем себя в этих формах, это искусственный метод, каким образом мы можем быстрее достичь состояния Будды. Потому что это позволяет нам собрать воедино, объединить, интегрировать все эти различные аспекты воедино. Что нам, безусловно, нужно сделать для того, чтобы достичь состояния Будды. И смысл не в том, чтобы просто представить 4 или 24 руки, а также то, что в этих руках находится. Это просто инструмент, который позволяет нам пометовать о том, что символизируют эти все руки. И все эти образы, они существуют. В каком смысле существуют? То есть, существуют в том смысле, что они возможны, это достижимо. В том смысле, что наша энергия действительно может проявляться в этих формах, это возможно. В соответствии с моделью того, что сделал Будда. И делает и сейчас. И будет делать и в будущем. Как искусственные методы для того, чтобы помогать другим. И Будда не будет проявляться... И точно так же наша энергия не будет проявляться в образе того, что невозможно, что не может случиться. So, it's not possible for our mental continuum to give rise to a presently happening Napoleon, or Cleopatra, or Mickey Mouse. Например, в потоке нашего ума не может возникнуть give rise to the appearance of presently happening, that we are presently... Okay. Наполеон и Клеопатра lived long ago. Итак, давным-давно жили Наполеон и Клеопатра. They're no longer happening. Но сейчас их уже нет, они не происходят в настоящем времени. Presently happening Napoleon and Cleopatra doesn't exist. То есть, нет Наполеона и Клеопатры, которые жили бы сейчас. Therefore, we cannot manifest into a presently happening Napoleon or Cleopatra. Поэтому мы не можем проявиться в виде Наполеона и Клеопатры, которые сейчас присутствуют, существуют. Mickey Mouse never existed. Mickey Mouse не существовал никогда. There's a cartoon, a figure, a drawing, which represents Mickey Mouse, but an actual Mickey Mouse never existed. Есть мультфильм про Микки Мауса, могут быть изображения Микки Мауса, но сам Микки Маус никогда не существовал. Therefore, we cannot manifest as an actual presently happening Mickey Mouse. Поэтому мы не можем проявиться в виде настоящего, существующего в настоящем времени Микки Мауса. Although, we could manifest into a not-yet-happening Avlokiteshvara with four arms or a thousand arms. Но мы можем проявиться в виде пока еще не существующих Avlokiteshvara с четырьмя или с тысячей руками. There's a difference here. Есть разница. Between manifesting in something which could happen and manifesting in something which could never happen. Проявляемся ли мы в виде того, что может случиться, или в виде того, что не может случиться. Okay. Or even if we're talking about a presently happening Queen Elizabeth of England. И даже если мы будем говорить о королеве Елизавете, английской королеве, которая жива сейчас. Которая существует. Our mental continuum cannot give rise to a presently happening Queen Elizabeth of England. Can it? Наш поток ума не может проявиться, не может создать видимость живущей сейчас королевы Елизаветы. We don't have the factors, we don't have the potentials to be able to do that. У нас нет факторов, нет потенциала к тому, чтобы это сделать. Or if we get a little bit more profound, our mental continuum cannot give rise to a truly existent me in the present form that I have either, because that doesn't exist either. Although there can be an appearance of it, but an actual truly existent me in this form doesn't exist. Или если идти еще глубже, наш поток ума не может проявиться или не может создать видимость истинно существующего Я. Потому что хотя у нас может появиться видимость этого истинно существующего Я, но поскольку такого Я на самом деле нет, то наш поток ума не может проявиться таким образом, потому что этого нет. То есть очень важно понять эту разницу между видимостью или проявлением в нашем уме того, что может случиться, и видимостью или проявлением того, что случиться не может. Разница очень большая. Хотя, если мы хотим объяснить это и понять, то нам приходится выдаваться в технические подробности, как вот я сейчас сделал. И далее, если вернуться к более фундаментальному уровню. Какова основа того, что мы можем представлять себя в виде образа Будды и по сравнению с основой того, чтобы представлять себя в образе Микки Мауса, Наполеона или Клеопатры? Если мы говорим о тантрическом практикующем, причем о настоящем практикующем, о том, кто выполняет эти практики по-настоящему, правильно? Это тот, у кого есть то, что я называю надежным направлением в жизни. Обычно это также называют прибежищем. Что имеется в виду? Это значит, что у таких практикующих есть реалистичное воззрение, реалистичное понимание четырех благородных истин. То есть, они узнают, что такое истинные страдания. Узнают их истинные причины. Они знают, что можно достичь полного воззрения. О прекращении этих страданий и этих причин так, что страдания больше никогда не появятся. И они также распознают истинные пути ума, которые обычно просто называют истинными путями. Но это состояние ума, которое приведет нас к достижению этой цели. Это понимание, которое приведет нас к достижению этой цели. И также явится результатом этого достижения. Таким образом, на глубочайшем уровне драгоценность Аддхармы – это, если что иное, как раз, как эти истинные прекращения и истинные пути ума, а именно третья и четвертая благородные истины. И Будды – это те существа, у которых в потоке ума полностью присутствует третья и четвертая благородная истина, то есть истинное прекращение, истинные пути ума. И Ария-Сангха – это сообщество тех, у кого эти истинные прекращения и истинные пути ума присутствуют в какой-то степени. То есть они присутствуют, но ограничены. Это означает, что татрический практикующий – это тот, у кого есть определенное направление в жизни, чья жизнь осмыслена. Они знают, какие в их жизни есть проблемы, каковы причины этих проблем, и они применяют определенные методы для того, чтобы достичь прекращения этих проблем, а точнее сначала причины, потом, соответственно, прекращения проблем. Татрический практикующий знает точно, что можно положить конец страданиям. Он очень уверен в том направлении, в котором он движется, и он знает, что он движется в нем не один, потому, что есть Будды, есть Ария-Сангха, есть другие люди, которые делают то же самое. И первое, что важно сделать для того, чтобы идти в этом надежном направлении – это воздерживаться от разрушительного поведения. Поскольку оно приносит несчастье, так называемое «страдание-страдание». И тантрический практикующий занимается этими визуализациями, этими практиками, в рамках этого надежного направления, в рамках избегания разрушительного поведения. Понимая, что проблемы, которые у него или у нее есть, обусловлены чем-то внутренним. А именно неведением, заблуждением, беспокоящими эмоциями, кармой, и он знает, что может достичь прекращения всего этого и движется в этом направлении. В то время как беспокойный человек, как правило, напротив, пытается найти внешние источники проблем, обвиняя во всем или семью, например, родителей, или общество. Обычно это все связано с паранойей. И они не осознают, что их поведение, то, что они делают, повлияют на их будущее, на то, что они испытают в будущем. И если они считают, что они Микки Маус, или Наполеон, или Клеопатра, то это не имеет значение, чтобы использовать это как фреймворк для технического поведения, и чтобы достигнуть свободу и освобождение, свободу от проблем, как Микки Маус. И поэтому, если они представляют себя в образе Микки Мауса, или Наполеона, или Клеопатры, они не связывают это с той целью, о которой мы говорили, достижение прекращения этих страданий, представляя себя Микки Маусом. Следующее отличие связано с тем, что известно как отречение. Отречение означает готовность, решимость освободиться от причин и, соответственно, от их проблем, и подразумевает, что мы действительно готовы отказаться от этих проблем и от их причин. Ну, there are two divisions of this determination to be free. И здесь есть два разделения этого, то есть, с одной стороны, это решимость быть свободным. Determined to be free of problems in this lifetime, so we turn away from our compulsive involvement in things of this life. Итак, есть два подразделения, это решимость быть свободным, с одной стороны, свободным в этой жизни, и тогда мы, соответственно, стремимся к тому, чтобы не действовать под влиянием компульсивного или непреодолимого поведения в этой жизни. И, с другой стороны, эта решимость полностью освободится от всех сансарных перерождений в будущих жизнях, то есть от всех проблем в будущих жизнях, которые подразумевают отказ от любых компульсивных действий, в том числе и в будущей жизни. То есть, фактически, отказ от всей сансары. Мы можем возразить и сказать, не напоминает ли это эскапизм? Может быть, мы пытаемся убежать от этой жизни, отказываясь от того, что в ней происходит, от ее определенных условий, от ее реальности? Но ответ — нет. Это не эскапизм, это не бегство, потому что, если у нас есть отречение, мы видим обычную жизнь, такой, какая она есть. Она полна разочарований. Нам скучно, мы болеем, стареем, умираем. Мы не можем получить того, чего хотим. Мы встречаемся с тем, с чем не хотели бы. И даже если у нас все хорошо, нам этого всегда мало, мы хотим больше. Все постоянно меняется, и ни в чем нет постоянства. Отречение означает, что мы воспринимаем все эти проблемы всерьез. У нас появляется очень сильное чувство, что мне этого достаточно, я больше не хочу со всем этим встречаться, и я буду искать решение, выход. И поскольку у нас уже есть надежное направление до того, как мы начинаем развивать отречение, мы знаем, что есть выход из-за этой ситуации, что мы можем справиться с этими проблемами. И поэтому мы отворачиваемся от обыденных сансарных занятий этой жизни или будущих жизней. И вместо этого мы принимаем надежное направление и устремляемся к этим истинным путям ума, к освобождению и просветлению. И это будет конструктивным способом встретиться с нашими проблемами и найти их решение. В то время как беспокойный человек, представляющий, что он Микки Маус, больной человек, который представляет, что он Микки Маус, он просто ищет способ бегства от жизни. Он не хочет встретиться лицом к лицу со своими проблемами, а скорее пытается убежать в другую реальность, которая на самом деле никак не связана с его жизнью. И тантрическая визуализация — это способ работы с трудностями в нашей жизни в творческой манере. В то время как больной человек, например, шизофреник, он вообще не хочет иметь с этим дело. И смысл этих визуализаций в том, чтобы наш ум прекратил создавать обыденные видимости, омраченные видимости и в том числе образ самого себя в «ourself in an ordinary way». То, что все эти видимости, которые у нас появляются, и в том числе видимость самих себя, или каждом из самих себя, существуют в… то есть они существуют реально на самом деле, и также цепляние за это реальное существование. В другом случае, мы должны отказаться от нашего омраченного представления о себе. То есть омраченного представления о себе как о существующем тем или иным способом, и о том, что этот невозможный на самом деле способ существования реальный. Например, у нас может быть такой образ самих себя, как будто мы всегда молодые, сильные, красивые, сексуальны. Мы можем думать, что мы подарок Бога этому миру. Или у нас может быть отрицательный образ самих себя, что мы уродливые, некрасивые, никто нас не любит, и мы непопулярны. Мы недостаточно хороши, то есть все вот эти разнообразные отрицательные представления о себе. Когда нам кажется, что вот мы именно такие, и всегда такими были, и всегда такими будем. И мы действуем, исходя из этого образа, мы проецируем его на себя и на других. И мы стараемся защитить его, потому что мы чувствуем неуверенность, беззащитность, мы испуганы чем-то. Но нам нужно осознать, что этот образ самих себя ложен, что это оморачение. Нет такой вещи, как прочное, реальное, единственно верное представление о себе или образ самого себя. И поэтому нам ничего не нужно защищать, ничего не нужно доказывать. И это одно из самых глубоких постижений, которые мы можем обрести, вот находясь на начальных уровнях. There's nothing to feel insecure about. I'll repeat that. There's nothing to feel insecure about. You don't have to prove that I am worthy of your love or any of these sort of things. То есть, я повторю... That's completely... What should we say? It will only bring about unhappiness and suffering. Я скажу еще раз, что нам нечего защищать, нам не нужно беспокоиться по поводу того, чтобы доказать, например, что мы чего-то стоим или что мы достойны любви, потому что если мы будем пытаться это доказывать, пытаться таким образом себя защищать, то это принесет только страдания. It's like trying to prove that I'm Mickey Mouse. There's no way that I can prove that I'm Mickey Mouse, because there is no Mickey Mouse. Это ничем не отличается от того, чтобы пытаться доказать, что мы Mickey Mouse, потому что на самом деле нет никакого Mickey Mouse, и поэтому нам не нужно это доказывать, и нам не нужно чувствовать беспокойство по поводу того, сочтут нас Mickey Mouse или нет. Потому что Микки Мауса не существует. So, similarly, trying to prove or make secure me who is, you know, I'm ugly, and nobody loves me, and I'm fat, but, you know, I want to be loved, so I have to prove that you should love me. И нам нет необходимости доказывать, что нас, к примеру, другие должны любить, что мы заслуживаем любви, хотя нам при этом может казаться, что мы некрасивые, мы толстые и не заслуживаем любви. Нам не имеет смысла это пытаться как-то доказать, что мы ее заслуживаем. И не нужно думать, что каждый должен любить нас. Даже не все любили Будду, и чего же нам ожидать для себя? А у Будды тоже были враги, его двоюродный брат ревновал, завидовал ему и постоянно приносил ему, причинял ему различный вред. И зачем же прилагать так много усилий к тому, чтобы достичь невозможного? In any case, what we are doing is instead of this deluded type of self-image... Итак, чем мы в этой практике занимаемся? Вместо того, чтобы порождать вот этот омраченный образ самого себя... ...вместо этого отрицательного образа самого себя мы используем чистый образ. Но это не только лишь сила позитивного мышления. Мы используем этот положительный чистый образ для того, чтобы не цепляться за наш обыденный, омраченный образ. И при этом мы понимаем, что мы не существуем таким образом в этом чистом виде, что мы можем в принципе существовать таким образом, но пока еще не существуем. So, that means, in order to practice Tantra effectively, we have to have some understanding of what's known as voidness, many people translate that as emptiness. А это значит, что для того, чтобы наша практика Tantra была действенной, нам важно понимать, что такое пустотность, или также некоторые люди переводят это как пустота. That means to understand reality, true way in which we and all things exist. Речь идет о понимании реальности, то есть о том, как мы и все другие явления существуют. Voidness means an absence. Пустотность означает отсутствие. Пустотность означает отсутствие. Отсутствие невозможных способов существования тех, которые вообще не существуют. То есть, имеется в виду существование, которое устанавливается со стороны самого объекта, как будто в самом объекте есть нечто, что устанавливает его существование, что невозможно. There's something inside me that makes me a bad person, a no-good person, or a wonderful person that establishes it truly forever, independent of anything that I might experience or do. That's impossible. Например, что внутри меня есть нечто, что делает меня плохим человеком или, наоборот, прекрасным человеком, и это будет так всегда, это на самом деле именно так. Это никогда не изменится вне зависимости от обстоятельств. Вот это невозможно. Voidness means that this isn't referring, although we might feel that this is the way that we exist, doesn't refer to anything real. Like Mickey Mouse doesn't refer to anything real. И пустотность означает, что, хотя нам может казаться, что мы существуем именно таким образом, на самом деле это не так. Так, эти наши кажемости, они не относятся ни к чему реально существующему, точно так же, как не существует на самом деле Микки Маус. То есть, мы здесь проводим разграничения между ложным Я и обусловленным или относительным Я. Обусловленное Я существует, но оно не существует так, как невозможное Я, в том ключе, тем способом, как существует невозможное Я. Если мы попробуем найти такую вещь Я, будь то на обусловленном или на глубочайшем или абсолютном уровне, мы её не найдём. Мы не сможем указать на что-то, где бы то ни было, у нас в носу или в уме, что можно назвать «вот да, это Я». Тем не менее, когда мы не анализируем, можно сказать, что «да, вот он Я, я здесь сижу, я вам что-то говорю». И истинно она лежит между двух этих крайностях. Здесь не имеется в виду, что никто здесь не сидит и никто не говорит. Но и с другой стороны не говорится, что где-то у меня в голове сидит маленький Я и разговаривает с вами. И как доказать, как установить, как обосновать, что это Я? В моём уме или теле нет ничего обнаружимого, что могло бы это установить. Но у нас есть слово Я, у нас есть концепция Я или представление Я. И это слово, эта концепция к чему-то относится. К чему-то, что функционирует. Например, я сижу, я говорю. И только это и может установить или доказать обусловленное существование Я. Что это обозначаемый объект, то есть объект, который обозначается словом или концепцией. На буддийском жаргоне говорят, что Я существует только на основании умственного обозначения. Этот жаргон не так просто понять, здесь имеется в виду просто на основе слов. Таким образом, это обусловленное Я, это обозначение, которое мы накладываем на определённый поток, на определённую непрерывность. На последовательность познания или переживания или опыта, который происходит от момента к моменту и образует такую непрерывность или последовательность. Мы можем обозначить понятием Я то, что мы переживаем вот прямо в настоящий момент. Мы можем обозначить этим словом Я то, что мы переживали, когда были ребёнком. Мы можем обозначить словом Я то, что мы будем испытывать или переживать в старости, если мы проживём достаточно долго. И, конечно, мы всё время меняемся, мы не те же самые сейчас, какими были, когда были детьми. Но есть континуум, непрерывность. И в этой непрерывности есть определённые потенциалы, которые там были заложены, и именно от них и зависит то, что мы будем испытывать в будущем. И если мы посмотрим на те факторы, которые известны как природа Будды, Вполне возможно, что в будущем мы испытаем становление Будды. Вполне возможно, что в будущем мы станем Буддой в том случае, если все необходимые для этого условия будут собраны воедино. И в тантре мы представляем себя в виде этого образа Будды, представляя, что это и есть то состояние Будды, которого мы пока ещё не достигли, но которого мы можем достичь. Мы осознаём, что пока ещё мы не являемся этим божеством или образом Будды. Но если мы будем таким образом практиковать, то это создаст причины к тому, чтобы мы на самом деле проявились в этой форме. И сумасшедший или оморочённый человек этого вовсе не имеет. А оморочённый человек на самом деле думает, что он Микки Маус. Или Наполеон или Клеопатра. Или что они на самом деле Тара или Будда или Иисус Христос. И мы можем действительно очень сильно заблуждаться, думая, что мы уже сейчас являемся Буддой, но это совершенное безумие. И если это представить, пойти ещё дальше, то можно представить, что мы думаем, что мы можем ходить через стену, мы пробуем это сделать, но просто врезаемся в стену, потому что очевидно мы через стену пройти не можем. То есть, в практике Тантры жизненно важно понимать реальность, что происходит на самом деле, иначе мы будем полностью заблуждаться и это будет просто безумием. То есть, когда мы заменяем отрицательный образ самих себя на положительный, мы делаем это всё в рамках понимания того, что мы просто работаем с образами самих себя. И instead of a negative self-image of what I am or what my characteristics are, for instance, that I'm stupid, I can never understand anything, or I can't really relate to people, we have a positive one. I can understand, I have clarity of mind, I'm filled with compassion. То есть, вместо того, чтобы думать об отрицательных качествах, когда мы увлечены своим отрицательным образом самих себя, мы думаем, я глупый, я ничего не могу понять, или я не могу общаться с людьми, вместо этого мы просто заменяем это на положительное мышление, я могу понимать, у меня ясный ум и у меня есть сострадание. И когда мы это делаем, это метод, который поможет нам развить эти качества. При этом мы полностью осознаем, что пока ещё мы их не развили. И понимаем, что мы должны создать множество причин для того, чтобы этого достичь, и как раз эта практика и создаёт эти причины. У омрачённого человека этого понимания нет. Далее, когда мы удерживаем так называемую гордость божества, мы не имеем в виду гордыню или высокомерие, то, что имеется в виду под словом «гордый», зачастую, то есть, вот это обычное, вот это омрачённое чувство, мы просто думаем, что я на самом деле… We are feeling we are actually a Buddha, right? When we say this, perhaps, hopefully, a little bit more clearly… We imagine that we are, let's say, Avalokiteshvara, chenresi, tibetan. Итак, мы представляем, что мы Avalokiteshvara, или на тибетском chenresi. And we feel this is what I am, this is who I am. И мы чувствуем, вот эта вот гордость божества, мы чувствуем, вот кто я, вот кто я на самом деле. Although we know we're not there yet, but as a method, we are imagining that we are there already. Но мы на самом деле знаем, что мы пока ещё этого состояния не достигли, но как метод его достижения мы представляем, что мы – chenresi. And we have the pride of this, dignity of this. In other words, we are labeling me on this, what we're visualizing. And we're not just imagining what we look like, we are imagining that we have all the qualities of Avalokiteshvara, infinite compassion for everybody equally. И мы не только представляем, что мы выглядим как Avalokiteshvara, мы представляем, что у нас есть все эти качества. Например, love and compassion to everybody equally. Например, любовь и сострадание по отношению ко всем существам в равной степени. This is a wonderful method, because by having the dignity of this, I prefer to translate pride as dignity. It prevents me from acting like an idiot or acting in a cruel way. Это достоинство, оно позволяет мне избегать действовать как дурак или действовать жестоко. Как ченрезик мог бы не хотеть помочь этому человеку? Как ченрезик мог бы не хотеть помочь этому человеку? Разве он может быть слишком усталым или слишком занят думать, что я не буду беспокоиться, чтобы тебе помогать? If we have our ordinary self-image, our diluted self-image, Oh, I can't do anything, I can't, you know, I'm incapable, etc. So we don't even try. Если же у нас вот этот вот омраченный образ самих себя, то тогда мы будем думать, что я не способен и даже и пытаться не будем. Но мы говорим, нет, мы не такие, мы на самом деле ченрезик. И даже если я не знаю, как лучше всего тебе помочь, я не могу тебе помочь, я все равно хотел бы. И у меня есть страдание, желание, чтобы ты избавился от страданий и их причин. Это достоинство, когда мы думаем, что мы ченрезик, оно помогает нам избегать холодности и закрытости. И у омраченного человека всего этого нет. И далее, если говорить о понимании пустотности, хотя нам кажется, что все явления существуют истинно доказанным образом, так представляется нашему обычному уму, обыденному уму, или, можно сказать точнее, нашему непросветленному уму. Тем не менее, эти видимости подобны иллюзии. И здесь очень большое значение имеет слово «подобно». Это означает, что все явления не таковы, как они перед нами предстают. Точно так же, как иллюзия, она выглядит реальной, но на самом деле она нереальна. И в том числе и наша собственная видимость как образа Будды, она, поскольку на самом деле мы еще в состоянии Будды не достигли, которые также подобны иллюзии, и мы это понимаем. И больной человек, шизофреник, он на самом деле верит в эту иллюзию. Он не понимает, что все подобно иллюзии. И в этом большая разница. И когда мы представляем, это очень важный момент, все в чистом виде, что вокруг нас чистое окружение божества, мандала и так далее. На нашем уровне. Мы продолжаем видеть обыденные видимости или образы, то, что перед нашими глазами, как и раньше. Но в своем уме, в ментальном сознании мы представляем, что все это божества, мандала, чистая земля и так далее. То есть, в некотором смысле мы испытываем два уровня видимости. Дело не в том, что мы полностью теряем связь с реальностью, с тем, что мы воспринимаем как обыденная реальность, настолько теряем связь, что мы даже не можем ничего делать. В то время как больной человек шизофреник, он не видит этой разницы, и он действительно может считать, что окружающие его вещи подобны иллюзии. И другой важный момент здесь — это мотивация. В практике Тантры наша цель — это просветление. Мы стремимся достичь просветления, которого мы пока еще не достигли. И образы Будды, в которых мы себя можем представлять, они как раз символизируют достижение этой цели. И также мы представляем, что мы помогаем всем существам. И если мы представляем себя в виде Будды постоянно или хотя бы так часто, как мы можем, это помогает нам сосредотачиваться на этой нашей цели, на этой нашей цели. Мы представляем себя на просветление. И целый purpose of visualizing ourselves like this is to be able to benefit others as much as possible. Это бодхичитта. И мы сосредоточены на бодхичитте, то есть почему мы представляем это. Мы стремимся достичь просветления, чтобы помогать другим настолько, насколько это возможно. И это помогает нам избавиться от озабоченности собой, от эгоизма. В то время как шизофреник, больной человек, он становится только более озабочен собой, оказываясь в таком своем личном маленьком мире. И у него это происходит совсем не для того, чтобы он достиг просветления и помог другим. Еще одно различие связано с предварительными практиками. Тантрический практикующий обычно занимаются предварительными практиками для того, чтобы избавиться от препятствий и от накопленных ранее отрицательных кармических потенциалов. И для того, чтобы накопить положительную силу, которая позволит добиться успеха в практике. И поэтому в состав предварительных практик входят очистительные практики, например, простирания или практик ваджирасатвы. Которые предполагают, что мы сожалеем о совершенных в прошлом разрушительных поступках, И мы принимаем решения не повторять их в будущем, применяем противоядие таким образом. И также мы создаем большое количество положительной силы, делая подношение мандалой и представляя, как мы получаем вдохновение от своего учителя, занимаясь практикой гуру-йоги. Таким образом, когда мы занимаемся визуализацией себя в виде божества, мы уже подготовлены к этому, в то время как шизофреник, который представляет, что он Наполеон или Микки Маус, у него этой подготовки, конечно, не было. Далее, следующий пункт – это то, что, занимаясь йогой божества, мы сначала получаем посвящение. И это связывает нас с линией преемственности этой практики, которая длится тысячи лет, то есть с цепочкой учителей, которые делали то же самое. И это дает нам уверенность в том, что этот метод действенный, что он проверен временем, и мы не изобрели что-то новое, у нас не будет ощущения, что это сумасшествие. Мы получаем разрешение делать эту практику. Таким образом, в нашей жизни это духовное событие, которое знаменует начало нашей тантрической практики. И, соответственно, больной или шизофреник, он не получает такое посвящение, и он как бы сам по себе занимается своими визуализациями. И эта практика йоги божества, она проходит под руководством гуру или духовного мастера. Поэтому у человека не возникает неуверенности, потому что он действует подобно пациенту, который следует рецепту врача, и учитель может ответить на вопросы. И также учитель выступает живым примером того, чего мы стремимся достичь. И да, конечно, и больной человек тоже может поехать в Диснейленд, и он может найти там какого-нибудь сотрудника Диснейленда, который одет в костюм Микки Мауса, и попросить его разрешения. Можно я буду носить костюм Микки Мауса, можно я буду Микки Маусом, но, конечно, это не то же самое. То есть, этот человек не осознает, что это просто сотрудник парка, который одет в костюм Микки Мауса, и он думает, что он точно так же оденется в костюм Микки Мауса и будет Микки Маусом, что есть безумие. Далее, во время тантрического посвящения мы принимаем определенные обеты, которые будут определять наше поведение. В частности, это обеты, связанные с бодхичитой и тантрические обеты. И также мы принимаем обязательства заниматься этой практикой, визуализацией до конца своей жизни ежедневно. Таким образом, это все происходит в рамках дисциплины, в рамках твердого обязательства, когда мы принимаем решения, даем обещания восприниматься этой практикой постоянно, и это связано с приложением больших усилий. В то время как шизофреник, он на самом деле не осознает, что он делает. Тантрический практикующий хранит свою практику в секрете, это его личное дело, он никому не рекламирует, не рассказывает о своей практике. В то время как шизофреник зачастую может раздуваться от гордости и демонстрировать другим свои фантазии. И я вспоминаю одну женщину в Драмсале, в Индии, которая вот как раз у нее было серьезное расстройство, она думала, что она на самом деле Тара, и сняв всю одежду, она бегала по улице и кричала, что она Тара. И вот это как раз не то, к чему мы здесь стремимся. Таким образом, мы занимаемся этой практикой божества в весьма обширном контексте. А именно мы стремимся избавиться от своих проблем. Мы направляемся в жизни в надежном направлении для того, чтобы от них избавиться. Мы следуем причинам и следствиям в отношении того, как избавиться от этих проблем и их причин. Мы отказываемся от своего обыденного, омраченного представления о себе. Мы используем чистый образ для того, чтобы сосредоточиться на помощи другим и на просветлении. Мы понимаем, что это нереально, это подобно иллюзии. Но это достоверно, поскольку мы можем этого достичь и в будущем. У нас есть разрешение, мы наделены полномочиями делать это. Это основано на том, что мы подготовились к этому, сделав предварительные практики. Номер руководит подготовленный или квалифицированный духовный мастер, который также занимается этой практикой, у него есть опыт. Мы связаны с линией преемственности учителей, которые занимались этой практикой и которые достигли в ней успеха, обретя просветление с ее помощью. Мы уверены в том, чем мы занимаемся. Мы поддерживаем дисциплину обетов, обязательств, которые определяют наше поведение. И мы храним свою практику в тайне, мы скромны в этом отношении. И шизофреник или омраченный человек, который представляет, что он Микки Маус или Наполеон или Клеопатра, у него все это отсутствует. Вот такова в целом разница между человеком, который, занимаясь практикой тантры, представляет себя в образе Будды и шизофреника, который думает, что он Микки Маус. И таким образом, теперь, если у нас возникнут вопросы во время тантрической практики, чем я вообще занимаюсь и не сумасшествие ли это? Нам нужно посмотреть на весь этот список и проверить, может быть, нам чего-то недостаёт или что-то недостаточное у нас присутствует. И усилить те аспекты, которых недостают. И чтобы подчеркнуть это особо, позвольте мне ещё раз это перечислить. Итак, надёжное, осмысленное направление в жизни, прибежище. Причина и следствие. Решимость освободиться от страданий. Открытость нашего сердца к каждому существу. То есть, бодхичито, мы хотим помочь другим, практикуя эти методы. Понимание пустотности, реальности того, что мы делаем. Прелиминария, как основа, то есть, очищение и создание положительной силы. Посвящение и связь с линией преемственности. Руководство квалифицированного духовного мастера. Хранение обетов, дисциплины, обязательств. И тайность всего этого. И мы работаем с этим положительным образом себя для того, чтобы достичь состояния Будды. И все эти руки и ноги, и так далее, представляют различные реализации на пути. И это самое главное, что я хочу добавить в моё ментальное континиуме. Что они представляют. При этом все ноги, руки, лица, другие детали этой визуализации символизируют различные постижения, которые мы обретаем на пути и позволяют нам помнить, к чему мы стремимся, что нам нужно развить и собрать воедино. И вот почему эти образы и все их детали, руки, ноги, лица, они называются методом. Методом, благодаря которому мы можем достичь состояния Будды, тела Будды и также всего того, что эти ноги, руки, лица символизируют. То есть, подводя итог, йога Божества — это метод для достижения просветления, когда мы при этом уверены, что просветление достичь возможно, что лично я могу его достичь. И хотя пока ещё этого не произошло, я понимаю это, я визуализирую, что это уже произошло для того, чтобы достичь этого. Чтобы достичь этого ещё быстрее, при этом полностью понимая, что происходит в этой практике, что мы делаем. Это очень важно. Все эти пункты. В обратном случае мы будем, если не человеком, который представляет, что он Микки Маус, вот этим безумцем, мы будем другим безумцем, который будет представлять, что он Чинрези или Тара. И йога Божества вместо того, чтобы быть путём к просветлению, станет путём к безумию. И вот почему в множестве текстов и говорится, что неправильная тантрическая практика вредна. Поскольку йо очень важно практиковать в контексте всех тех пунктов, которые мы сегодня обсудили, в обратном случае действительно очень легко сбиться с пути. А для этого нам нужно руководство духовного учителя. Который позволит нам не сбиться с пути, будет направлять нас по правильному пути и будет давать нам вдохновение. Спасибо. Я предполагаю, что у нас есть ещё некоторое время для коротких вопросов, то есть так, чтобы ответы можно было ответить коротко. Yes. All the way in the back. Вы говорите о рейтинге, Дан Сау. Вы говорите о том, что женщина в Дан Сау. Она была imaginом, что она была Тара, и она была на улице, и она была на улице. Как мы вообще знаем, что она была Тара? Я знаю, что это будет. Потому что она была. Она спросит о женщине, которая взяла все ее clothes и шла на улице, кричит, что она была Тара. Как мы знаем, что она была Тара? Вы упомянули, что была одна женщина, которая бегала по улицам и кричала, что она Тара. Вопрос в том, как узнать, не была ли она на самом деле Тара. One would know by her actions, by her behavior. Ну, мы можем просто понять это по ее действиям, по ее поведению. Если бы она была Тарой, она бы не сняла все свои одежды, и не бегала бы по улицам, крича, что она Тара, она бы занималась тем, что помогала другим. Я хотела спросить, чем являются в абсолютном смысле эти божества присоединяются, например, Ладжи Сатва, неким самостоятельно существующим божеством, либо это просто некая энергия нашей чистоты, изначальная Валакиташвара, энергия нашей любви, гневные же божества, проявление нашего гнева и так далее. То есть, действительно ли это какие-то существа, существующие самостоятельно, независимо, либо это действительно только порождение неких энергий, масс нашего сознания? Спасибо. Вопрос в том, на абсолютном уровне, чем являются эти божества? Можно ли сказать, что Ладжи Сатва символизирует нашу чистоту, Авалакиташвара, наше страдание или любовь, гневные божества, наш гнев, можно ли сказать, что это существа или энергии, которые существуют сами по себе на абсолютном уровне? Или? Ну, либо это просто... Образы. Символы. Да, порождение сознания. Или это образы и порождение нашего сознания. The question is, can we say that on the ultimate level or in the deepest level these Авалакиташвара, Тара and other deities, they exist, and, for instance, that Ченрези is the manifestation of our compassion or love and Ваджарасатва is the manifestation of our purity and wrathful deities are manifestations of our anger or other emotions and so they are like beings or energies that actually exist by their own or are they more like creations of our mind or images symbols That's a very complex question Это сложный вопрос First of all, there can be actual beings such as according to tradition Tara was an actual being Авалакиташвара was an actual being with their own mental continuum Для начала следует отметить, что это могут быть и настоящие существа Например, традиционно объясняется, что Итара и Авалакиташвара на самом деле жили это существа со своим потоком ума То есть, есть Идамы, которые на самом деле были живыми существами существами И Будда может проявляться в любых формах в том числе в форме Тары или Авалакиташвары И это один вид божеств И другие божества у них не было своего потока ума так что Будда так что Будда не может проявиться в этом образе как в образе другого существа божества как Кала-чакра о том, что калач-акра действительно существовал. Если посмотреть на это с точки зрения Будды, если мы посмотрим на это как практикующий, со своей стороны, в высшем классе тантры, Анутра-йога-тантре, мы говорим о тончайшем уровне ума и энергии. И эта тонкая, тончайшая энергия может проявляться в любой форме, точно так же, когда Будда проявлялся во всех этих формах, он проявлялся в них на уровне его тонкой энергии, тончайшей энергии. Но сейчас, на нашем уровне практики, мы не можем вообще позволить нашу светлую энергию реализовать в этой форме, и даже на очень-очень-очень завершенных уровнях, где мы имеем в виду аллусольное тело, где мы можем реализовать, мы можем не сохранить эту реализацию в этих формах все время. И сейчас мы не способны сделать так, чтобы наша тончайшая энергия проявлялась в этих формах, и даже на очень-очень продвинутых уровнях практики, когда занимаются практиками так называемого или узорного тела, даже тогда эти формы поддерживаются только какое-то время, а не постоянно. И сейчас, когда мы представляем эти образы на нашем уровне, то это символы того, чего мы еще пока не достигли. Интересный вопрос – только ли это образы в нашем воображении? Что означает, если мы скажем, что это просто воображение? Если мы знакомы с практикой тантры, В тексте садханы, а садхана – это практика, благодаря которой мы достигаем этого состояния Будды. Мы представляем себя в виде существа близкой связи, или еще иногда это перевозят как существо обязательства. И вокруг нас находится мандала близкой связи, или, можно сказать, мандала обязательства. И потом мы призываем существа глубокого осознавания, или также их называют существа мудрости, которые бы растворились бы в этих существах обязательства. Я всегда думал, и многие люди думают так, что так называемая «клосбондинг» форма, называется «клосбондинг», потому что это, с которыми ты делаешь близкий общение, чтобы действительно достигнуть, или достигнуть эту форму. Я всегда думал, что это просто иначе. И я всегда думал, и я думаю, что и многие другие считали так же, что это вот тесно, это существо близкой связи, оно так называется, потому что мы создаем близкую связь с этим образом для того, чтобы достичь просветления. Оно на самом деле существует только в нашем воображении. А существо глубокого осознавания – это настоящее существо, настоящее божество, которое приходит к нам из своих чистых земель. Но мой учитель Саркон Каринпоче сказал, что это не так. Он сказал, что на определенной стадии практики я должен рассказать, что я не помню, на какой именно. И он бы, конечно, сейчас меня авторугал бы за то, что я не помню. Он бы сказал, я тебе этому учил 30 лет назад, а ты это не помнишь. Вот таким он был. Я работал его переводчиком, и один раз, когда я спросил его о значении одного слова, он отругал меня, сказал, Я тебе уже объяснял это слово 7 лет назад, и я-то помню, как я тебе объяснял, а почему ты не помнишь? И я думаю, что это на одной из стадий второго из пяти путей, пути применения или подготовки, то есть его по-разному называют второй. И он сказал, что на этом уровне, как говорится, можно получать учение даже от изображения Божества или от статуи, и также, как говорится, и от существ обязательства или близкой связи, и от существ глубокого осознавания. Таким образом, существо близкой связи, или также её называют самая сатва, оно может выступать и как подлинный Будда на этом уровне. И также бывает, что мы представляем себя в виде существа близкой связи, а у себя в сердце представляем существо глубокого осознавания, то есть есть некоторые разновидности. И в конечном счёте мы сможем получать учения от всех них. И поэтому, если мы спросим, действительно ли это просто воображаемые образы, или они реальны, и что вообще имеется в виду по словам реальные, это становится очень сложным. Не правда ли? It's like the statues and the tankers. Вот можем, например, привести в пример статуи или танки. They have to have what's known as a rabne in Tibetan. У них есть то, что на тибетском называется rabne. Sometimes translated as consecration. Часто это переводят как освящение. In which the deep awareness aspect is brought and merged with them. Когда представляют, что в это изображение является существо глубокого осознавания и растворяется в нём. And so prostrating to them and making offerings to them is the same as prostrating, making offerings to the actual Buddha. И тогда, если мы простираемся или делаем подношения перед этим изображением, мы накапливаем столько же положительной силы, сколько бы мы накопили, делая то же самое перед Божеством. И у Ашантидева, в Буддхисатвачаре и Аватаре, также говорится о том, что если мы простираемся перед ступой, мы накапливаем столько же положительной силы, как если бы мы простирались перед Буддой. Если в ступе есть реликвии Будды… Is this idol worship? Можем ли мы сказать, что это такое пустое почитание? Not really. Ну, не вполне. One has to understand that one can receive teachings from anything, from the wind and so on, when you are at a very advanced level. But very advanced, not our ordinary level. Важно понимать, что на продвинутых стадиях пути мы сможем получать учения от чего угодно, даже от ветра, но именно на продвинутых, то есть не на наших. То есть, с одной стороны, эти божества символизируют то, что пока еще не произошло, но что может произойти. С другой стороны, это различные уровни, на которых может вибрировать энергия, в частности, наша тончайшая энергия. На одном уровне мы их представляем в нашем воображении, но с другой стороны, когда-то мы сможем получить от них учения точно так же, как мы получаем их от Будды. И некоторые из них были живыми существами, и у них есть поток ума, в то время как некоторые живыми существами не были. То есть, если Будда проявился... Если Будда проявляется в образе Кала-чакры, это не значит, что Кала-чакра — это существо, у которого есть свой собственный поток ума. И с другой стороны, если Будда проявляется в виде Тары, это не значит, что у Тары нету своего потока ума, как у индивидуального существа. Будда может проявиться как мост, почему бы ему не проявиться как Тары. Но это не значит, что поток ума Тары становится потоком ума Будды. Подумайте об этом. Хорошее место, на котором можно закончить. После этого вопроса у всех возникла такая тишина у меня. И мы посвящаем положительную силу, мы думаем, пусть вся положительная сила, то понимание, которое появилось в результате этого, становится все глубже и глубже, и выступает как причина для достижения нами просветления ради всеобщего блага. Спасибо. 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 Спасибо.